Россия давно стала домом для многих народов, и когда пришел враг, они поднялись на защиту Отечества. Это были не только русские, татары или казахи. Более двухсот народов сражались со врагом. Интересно, что среди них было немало этнических немцев. Были и евреи. В массовом сознании распространился миф, мол, евреи не воевали, либо отсиживались, либо были комиссарами. Однако это не так. По числу героев СССР в годы войны у них было третье место после русских и татар. Более ста человек. Об одном из таких мой рассказ. Вайсер Владимир Зельминович, младший лейтенант, командир танка Т-34, 2-го танкового батальона, 111-й Новгород-Волынской танковой бригады, 25-го танкового корпуса 60-й армии. Родился на Украине по национальности евреи. С середины июня 1941-го вступил в Великую Отечественную войну. Воевал был награжден. В конце 1943-го провел последний героический бой. 20 декабря 1943-го года танковая дивизия СС Адольф Гитлер стала свернуть себе Киев. Возле железнодорожной станции Чиповичи наша танковая бригада находилась в засаде. Экипаж Вайсера проявил огромное мужество и дрался герой. На позиции их бригады двигались 40 танков противника, среди которых были тяжелые танки Тигр и Пантера. Несмотря на численное и массово-габаритное преимущество, юркая 34-ка Вайсера успешно маневрировала громя врага. Вот что написано в наградном листе. Командир танка Т-34 гвардии младший лейтенант Вайсер при обороне станции Чипович в Житомирской области проявил величайшее мужество, героизм и отвагу. 40 танков типа Тигр и Пантера танковой дивизии СС Адоль Гитлера в сопровождении пехоты питались овладеть станцией Чиповичи и в последующем развить успех в направлении города Киев. Рота, в составе которой дрался товарищ Вайсер, заняла оборону на станции. Драться до последнего дыхания, но станции не сдать. Каков приказ командира бригады, заявил товарищ Вайсер. И экипаж открыл точный огонь по врагу. Двумя выстинами была подбита Пантера. Но вражеский снаряд поджег танк героя. Товарищ Вайсер выскочил из танка, лично затушил огонь и снова продолжал неравный бой. Меткими выстрелами был уничтожен еще один танк и бронетранспортер с пехотой. Враг сосредоточил по танку гвардии младшего лейтенанта мощный огонь. Вражеским снарядом танк был подбит и вновь загорелся. Были тяжело ранены механик-водитель и радист-пулеметчик. Товарищ Вайсер выскочил из танка, а вместе с командиром башни снегом и шинелями затушили пожар. Вытащили под огнем противника раненых, оказали им помощь. После чего вновь сели в машину. Грозный танк товарища Вайсера уже не мог двигаться. Но было исправное орудие и жив герой-командир, который продолжал вести бой. Несколько выстрелами был подбит тигр и пантера, но неподвижный танк стал мишенем и враг это понял. Сильный огонь вражеских самоходах разбил танк и поджег его. Тяжело ранило командира башни. Гвардии младший лейтенант товарищ Вайсер был убит и сгорел вместе с танком. Героический бой отважного танкиста товарища Вайсера вдохновлял всех танкистов на мужественное выполнение боевого приказа. Враг с огромными потерями был убит, станция не была сдана. А через два дня наши части, измотав противника, перешли в решительное наступление, развивая успех на Новгород-Волынске. Товарищ Вайсер достоин правительственной награды звания Героя Советского Союза. Не просто вел бой с превосходящими силами противника на своей 34-ке против тяжелых танков «Тигр» и «Пантера», но еще и дважды был подбит, вытащил товарищей, продолжил бой и погиб героически. Действительно это пример достойного уважения. Если вам понравилось видео, ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии. У нас молодой и небольшой канал, нам очень нужна поддержка. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова